Суточный объем реализации молока в России в этом году на 4% больше, чем в прошлом. Возможно, повлияло и то, что в ряде регионов цены на сдаваемое молоко были гораздо ниже прежних лет. Так, например, этим летом в некоторых районах Чувашии за литр молока давали не больше 12 рублей. Тем не менее, фермеры продолжают считать этот вид бизнеса довольно прибыльным и даже готовы променять жизнь в столице России на глубинку. Одни из таких – семья фермеров Чугуновых. Владимир Чугунов частенько балует своих буренок таким десертом. Тыква – не только вкусное лакомство для коров, но еще и продукт, богатый природными витаминами. А значит, полезен для здоровья и настроения животных, говорит хозяин. Супруги Чугуновы фермерством занялись всего три года назад. До этого, рассказывает Галина, 12 лет жили в Москве и не собирались уезжать. Но неожиданно их сыновья купили в родной деревне отца полуразваленное здание бывшего СХПК «Марксист». И хотели сами развивать здесь животноводство. Но на семейном совете приняли другое решение. Старший у меня так решился. Ну, я сказала, не для вас это. Это не для молодежи. Тем более они высшим образованием. Снохи тоже высшим образованием. Зачем вам в деревне жить? Давайте мы с папой будем работать. Ну, вот решили мы. В городе тоже устали жить. В деревне хорошо жить. Свою ферму Чугуновы считают семейной, поскольку строить ее помогали все члены семьи и даже дальние родственники. Как только ремонт здания завершили, купили 50 овец и барана курдючной породы. Но взвесив все за и против, решили заняться еще и разведением коров. И приобрели 20 телят. Сейчас у них уже 18 взрослых коров и 5 телят. 12 овец и 7 ягнят. Конечно, тяжело и тяжелее с коровами работать, но зато ты знаешь, что каждый день тебе деньги есть. Живые деньги приходят. Каждая из буренок Чугуновых дает по 26-28 литров молока в сутки. Его фермеры не только сдают на молокозаводы, но и продают местным жителям. Кроме того, у сельчан благодаря воскрешению фермы тоже появилась возможность подзаработать, помогая хозяевам. Тем не менее, в этом году Чугуновы, как и многие другие фермеры района, побоялись подать документы на грантовую поддержку. Стали сомневаться, что цена молока очень низкая и они не могут выполнить принятые свои планы. В последнее время начали расти цены на молоко. На сегодня уже по 19 рублей закупают у них. Хотя все лето была цена в пределах 12-13 рублей. Но я думаю, сейчас повысили цены на молоко и дает толчок для дальнейшего развития фермерского хозяйства Красночитайского района. Сейчас Чугуновы хотят двигаться дальше. Взяли в аренду 80 гектаров земли и уже в следующем году планируют кормить своих животных сеном собственных полей. А дальше рассчитывают получить и государственную поддержку. Екатерина Храмкина, Алиса Александрова, Вадим Владимиров, Вести, Чувак.